друзья всем привет короче вот наша злосчастная партия сегодня получается им читать 26 ноября если вывод у них был готов без 31 38 дней 7 4 января вот 4 января значит 31 вы все видели что у меня закончился корм пока 62 и а буквально вечером я привез пока 61 и сразу же насыпал в кормушки пока 61 то есть меня не получилось плавного перевода мне нечем было переводить у меня уже закончился 62 грубо говоря да и только появился 61 вот значит едят они сейчас 61 сегодня я вчера вернее я начал подсыпать кукурузу им вот и какая ситуация значит получается либо из-за резкого перевода на другой корм либо по другой какой-то причине но из-за корма возможно но это не знаю это мы проверим в любом случае на следующей партии которые у нас вот это вот она будет у нас кушать 61 и будет переведена как положено плавно даст 52 на 61 и мы посмотрим из-за корма это либо это птица стрессанула и получается не плавно резко перешла на другой корм и у нее короче понос я к чему говорю в общем короче дрищет вот помета видно здесь видно нет в общем короче поносами и можете поверить на слово ну по подобному вот жидкий стул что делать делать мы будем следующее я думал что может быть в течение трех дней это все нормализуется стаканится но похоже нет и мы сегодня даем дадим сейчас первый раз на ночь я дам витом 11 значит витом мы будем давать я посмотрел значит инструкцию и дается он из расчета 50 миллиграмм на 1 килограмм живой массы вот я в общем посчитал здесь получается если грубо взять по два килограмма мы состоять извесим не знаю сколько они весят но я взял грубо там по моему сколько я даже 2 200 сейчас весить в этом возрасте да я даже не посмотрел сколько месяц 38 дней месяц и неделя через триста может быть ну вот где-то так мы напишем если неправильно сказали мы напишем посмотрим по табличке ну давайте ориентироваться 2 200 где-то да в общем я посчитал по два килограмма там получается в районе 400 у нас килограмм да вот то есть выходит что нужно им на эту вот этот вес давать всего лишь 20 грамм вот то есть получается что мы молодняку молодняку нашему давали больше витома но там нет никакой никаких побочных действий от дозировки так то есть там ничего не будет да но сам факт что мы давали с проросходом получается этого витома и сейчас вот грубо говоря в пересчете на молодняк на сумму я посмотрел там грубо говоря им нужно давать там всего лишь сколько я смотрел 0 5 грамм на 3 до на все это вот 0 35 но там 05 до возьмем 0 5 на всю вот эту тарану да покажи еще раз нужно давать витома и сосчитать по массе у нас 5 они не закроют а я давал на кончике чайной ложки до на сколько я давал на 2 литра и где-то пол ложки на 3 литра грубо говоря то есть получается что больше хотя мы не взвешивали может быть так и получится нет меньше будет равно но вот мы посмотрели короче говоря 5 грамм это чайная ложка чайная ложка это 5 грамм соответственно 2 чайных ложки это 10 грамм то есть не вот на вот эту емкость на всю вот эту вот араву нужно дать всего лишь 2 чайных ложки вот и на это тоже 2 чайных ложки вот мы сейчас это сделаем но предварительно мы с вами давайте сделаем взвешивание контрольная так сейчас я ставлю емкость обнуляю и смотрите я сегодня рассадил часть птицы вот в те клетки покажи это показала их смотрите это не входит в число наших вот этих бройлеров это те которые из брудера ты вытащила ты выводил их брудера мы их не рассматриваем вот наша вот эта партия 2 клетки вот здесь короче я старался такие мелочок отбирать сюда чтобы нам впервые можно было садить вернее забить верхний ярус и чтобы можно было приселять другую птицу на следующую вот давай мы наверное вообще не будем рассматривать возьмем вот этих вот моему селочки кошечки они младшие вот этих на две недели по моему смотрите самый крупняк у меня вот здесь сидит я так вот смотрю что будем крупняк мере сначала ну как хочешь смотри серединку давай вот крупнячок возьмем вот петух сидит и тут сидит сейчас он тебе стрельнет так петушок сколько чудо два сто два сто сто пять сейчас пока кайдут что 35 ну ладно вот он крупный довольно таки то есть получается что чуть-чуть отстает но смотрите давайте так будем справедливы к тем таблицам которые нам показывают какой вес должен быть да обычно если нормальная партия вес превышает всегда табличные значения согласно со мной но не сильно но превышает вот здесь он меньше табличных значений это петух крупный здесь крупные сидят давайте возьмем вот курочку допустим давайте возьмем и перепугаем всю птицу так вот курочка у нас вот 250 больше петуха вот так вот вот это курочка так ладно хорошо ну ты сверху действительно всех самых больших оставил посмотрю за они с этой которая здесь по себе самая большая прямо потому что мне верхнюю клетку нужно для малышей они надо освободить первыми вот еще одна курочка на поменьше кило восемьсот вот кило восемьсот все ладно с этим ярусом понятно 34 получается давайте давайте другой возьмем ярус так ну какой этот этот какой давай нижний посмотрим нижний ярус на нижнем ярусе по моим наблюдениям курится меньше понятно почему сань я боюсь что они завтра сдохнут штук пять от сердечного приступа и дней лебедь кило четыреста пятьдесят лебедь кило четыреста пятьдесят так давай но это мелкий вот петушок кило шестьсот восемьдесят пять ну короче вот так ладно понятно понятно давай другой ярус а есть смысл то надежда всегда есть нет конечно мы парки с этой же днем случае попадаем вот вроде не маленький вот 2 250 230 тише поправь так ладно ну здесь есть вообще мелкие я их не беру потому что всегда есть затоплики мы их не рассматриваем тысяча шестьсот восемьдесят ну сейчас всего лишь три часа ночи поэтому нет причин просто малышку как бы она спит не три часа сейчас по второму ну два нужно два уже два уже два уже ну два просто у нас нет другого времени чтобы снять все это дело так давай с нижнего достанем одного и вот тех мелких которых ты отсадил и короче вот то что выше массы да это есть выдающиеся особи в любой партии а средняшки они вот такого веса то есть на них там смотреть вот два сорок пять допустим два сорок да что же у тебя ну было 45 так 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 тихо равно так ну что еще одного а хватит с верхнего яруса ну как хочешь так ну вот он крайне крайне курочка не нравится ей тихо 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 еще раз семьсот девяносто пять ты встань по серединке сейчас она тебе нагадит там втаска тысяча восемьсот девяносто пять ну короче вот такой ест о дриснули видели как видно было нет как он все равно не знаю очень жидко водой практически вот ребят смотрите короче пока 62 я кормил какашка была нормальной влажности сформированная как плоский помет ну да такой рассыпчатый когда его сгребаешь здесь на подонах ну прям вообще прям вода наполовину короче говоря это не поилки текут вот посмотрите без поилок здесь просто пьет птица вот из из этого как он называется с кастрюли да и поймет все равно влажный жидкий он видно нет ну да здесь при том что они пьют мало здесь да где не пилят где не пилят там вообще труба вот они едят у меня сейчас пока 61 и кукурузу я начал уже подсыпать у этих нет кукурузы еще раз это мои малыши это маленькие другая другая они на 2 недели на неделю не помню ну гниди 10-12 а вот этих я отсаживал сегодня выбирал таких самых отстающих вот давайте самых отстающих завесил тоже ну допустим вот этого это не самый маленький ты видела да я взял там еще мельче есть ну тысяч 700 в принципе такие же есть и в основной клетке да ну я уже не говорю что допустим есть совсем малышка ой такой же как у меня прямо как мои ну вот смотри вообще вот смотри причем я не вижу признаков водянки у него посмотри животик розовенький мягкий крылом все белое все нормально и вот он весит смотрите кило двести но это нормально в любой партии есть такие отстающие никуда от них не денешься ну все наверное достаточно а то мы утомили у нас уже утомили утомили свет сейчас мы разведем витон как мы сказали и попробуем подавать их им витончик с водой и посмотрим изменится что-то у нас с пометом или нет то есть вопрос я говорю остается то ли это из-за того что мы резко перевели то ли корм но мы это проверим вот на этой партии все сразу понятно станет если у них будет такая же проблема значит скорее всего это все-таки корм а если нет значит это скорее всего резкий переход такой вот так на них повлиял все на этом спасибо за внимание надеюсь полезна была наша информация рассказ про нашу аховую партию вот будем держать вас в курсе как бы когда будем забивать тоже взвесим все на этом всем пока мои три копейки можно давай когда ты говоришь что ты разводишь для малышей допустим там на кончике чайной ложки в трехлитровой банке или в двухлитровой не важно не важно объем воды по объему важен вес птицы то есть ты можешь эти 10 условно там грамм да на всю эту партию на всю эту клетку рассыпать чуть не в корм ну грубо то тебе говоря ты что самая умная что ли вот ну в воду просто добавлять это идеальная ситуация когда птичка попьет ровно столько сколько она и весит соразмер на своему размеру и больше того разбавить эти 10 грамм конечно же в корме практически нереально а в воде это очень просто витом хорошо растворяется справедливое замечание молодец